Конечно же, долгожданными для всех детей и родителей являются новости о режиме работы детских оздоровительных лагерей. Эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы в процесс подготовки летней оздоровительной кампании. Мы понимаем, что после длительного периода самоизоляции и дистанционного обучения детям необходим качественный отдых на свежем воздухе. Ежедневно к нам поступает масса звонков от взволнованных родителей о том, как же будет организован летний отдых в этом году. Согласно рекомендации по работе организации отдыха детей в данных условиях от главного государственного санитарного врача России Анны Поповой от 25 мая, а также рекомендациям Роспотребнадзора Республики, срок начала летней оздоровительной кампании определен с 1 июля, но может быть скорректирован с учетом текущей санитарной эпидемиологической обстановки. Бронирование мест в загородные лагеря было запрещено до 1 июня. Продажа путевок не осуществлялась. С понедельника мы запускаем эту работу по бронированию и продаже путевок. Родители могут ознакомиться с инфраструктурой лагерей, условиями проживания и реализуемыми сменами на портале dol.tatar.ru. Этим летом будут работать 11 муниципальных казанских лагерей. В течение года в соответствии с нормативами объемов услуг в казанских лагерях, в том числе пришкольных, запланирован отдых более 40 тысяч детей. Общий объем финансирования летней оздоровительной кампании в Казани составит порядка 312 миллионов рублей. Норматив финансирования одного ребенка в день 820 рублей. В 2019 году, напомню, было 776 рублей, то есть норматив вырос на 6%. Родительский взнос за 18-дневную смену в муниципальном лагере составит от 5 тысяч рублей в зависимости от лагеря. Бесплатно предоставляются путевки в загородные лагеря детям в трудной жизненной ситуации. В этом году 1065 детей этой категории отдохнут и поправят здоровье в лагерях и санаториях республики. Подготовка к летней оздоровительной кампании идет по графику, приводится в порядок помещения и оборудования, заключены контракты на виды работы и услуг по подготовке лагерей к открытию. В лагерях будет обеспечено полноценное пятиразовое питание и квалифицированная охрана территории. Для обеспечения здоровья наших детей будут предприняты усиленные меры, а именно, единовременное комплектование отрядов в день заезда детей. В иные дни дети допускаться в лагерь не будут. Прием детей в лагерь будет осуществляться только при наличии заключения врача об отсутствии контактов с инфекционными больными. Ежедневно не менее двух раз будет проводиться измерение температуры тела у персонала и детей с применением бесконтактных термометров. Все сотрудники лагеря будут проживать на его территории весь период проведения смены. Весь технический персонал будет обеспечен индивидуальными средствами защиты с расчетом замены их каждые два часа. Для обеззараживания помещения будут установлены бактерицидные лампы. В каждом помещении планируется установить специальные дозаторы с антисептическим раствором для обработки рук. Уборка всех помещений будет проводиться не менее двух раз в день с применением дезинфицирующих средств. Все помещения будут регулярно проветриваться. Все мероприятия будут проводиться только педагогическим персоналом лагеря без привлечения иных сторонних лиц. Посещения родителями детей в лагере будут ограничены.